Добро пожаловать на пятый урок. Сегодня мы поговорим с вами о шаблонах и начнем с самых простых. Итак, кажется самые простые шаблоны, но из них можно сделать много всяких различных бантиков различной формы и различных размеров и куда нам без них. Итак, самые простые быстрые бантики, которые мы делаем, это вот эти шаблоны. Шаблоны эти делать очень-очень легко и просто. Я не буду сейчас создавать какие-то чертежи или еще что-то. Какой вам размер бантика нужен, такой шаблон вы себе делаете. Ширина нашего шаблона может быть 8 сантиметров, 9 сантиметров, 10 сантиметров. Из чего делать такие шаблоны? Длина может быть разная, как покороче, так и по длине. Это уже на ваше усмотрение для вашего удобства. Обязательно нужно поделить шаблон наполовину для удобства, где вы будете. Это будет линия сшивания вашего бантика. Так, значит, что еще хочу сказать по поводу этих шаблонов. Делать эти шаблоны можно из разных материалов. Это может быть картон, который можно потом скотчем обмотать и можно более тонкий картон, можно поплотнее картон, чтобы сохранился шаблон подольше. У меня были такие вот пластиковые тощечки кухонные. Они у меня уже как бы использовались, видите, даже такие вот поцарапанные где-то. Но это ничего страшного, зацепок на ленте они не делают, поэтому ничего страшного. Я взяла просто вырезала из таких вот, но он более надежный, конечно же, чем допустим из картона брать. Очень простые вариации бантиков, которые сегодня покажу, можно сделать из вот этих шаблонов. Поработаем с репсовой ленточкой. Я беру ленточку 2,5 см шириной. Длина этой ленточки будет зависеть от нашего шаблона, от размера нашего бантика. Итак, значит, нашу ленточку берем шаблончик. Я беру самый, который у меня есть, маленький. И прикладываю нашу ленточку, как бы немножечко наискосок. Можно взять зажимы, можно взять что угодно. Я буду брать такие вот канцелярские прищепочки. Лишнее можно сразу же убрать. И зажимаем канцелярскими прищепками. Затем обмонтываем нашу ленточку. Все просто. Точно так же зажимаем с пустыми. И теперь по вот этой вот линии нам нужно прошить ниточкой наш бантик. Вот здесь. Когда прошили, снимаем прищепочки. Снимаем с шаблона нашу ленту и затягиваем, формируя бантик. У нас уже есть линия, где мы прошивали, поэтому по вот этой линии закручиваем нашу ниточку. У нас получается бантик быстрый. Дополнительно этот бантик можно украсить вот такими флажочками. делается они очень просто. Вот такой быстрый бантик у нас готов. Здесь мы делали как бы два таких оборота. Можно сделать один оборот. Берем ленту и делаем подушечку для нашего бантика. Берем шаблон, который уже побольше. 9 сантиметров. Вот, ну на этот раз мы откручиваем лентой один разочек. Вот так. И все точно так же. Прошиваем по серединке. Джефф. И застук. Прошиваем бумагу. Прошиваем по серединке. В общем, не так же. И этот бантик мы тоже можем украсить флажками. Вот, посмотрите. Тоже своего рода красивенький бантик получили цвета. Вот, посмотрите. Вот, посмотрите. Конечно, из репсовых лент такие бантики делать лучше всего, потому что они больше такие прочные. Ну, осталось украсить немножко красивый бантик серединочкой. Я беру просто кабошон акриловый, крышечку металлическую. Серединка моя готова. Отлично держится на горячий клей. Смотрите, насколько быстро получается из простых шаблонов, но красивый бантик. Так, еще этот шаблон можно использовать для таких целей. Например, вам нужно сделать ровненький бантик. И у вас все никак не получается, что бы вы ни делали. Как бы вы ни старались, и мой прошлый урок вам не помог. Там, где мы дедаем бантики. Тогда берем наш шаблон. Ложим нашу ленточку по серединке. Определиваем серединку, конечно же. Ложим нашу ленточку по серединке. И загибаем края. С одной и с другой стороны. Тогда здесь вы сможете ровно по серединке. Прошить ваш бантик. И у вас получится ровный-ровный банк. Предлагаю вам такой вариант. Если вам были полезны сегодняшние уроки, мои советы, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, для того, чтобы не пропустить мой следующий мастер-класс и мой следующий урок. Он будет посвящен шаблонам. Начали мы с простых и дальше мы будем переходить к более сложным. Я желаю вам успехов. Желаю вам любви. Желаю вам всего самого доброго. Всем пока-пока. Пишите комментарии. Я рада каждому из вас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok